Первое касание самолета авиакомпании Победа в аэропорту Емельянова, 6 утра. Самолет прилетел с часовым опозданием. Теперь у экипажа и наземных служб каждая минута на счету. Боинги Победы как маршрутки, почти все время в воздухе. Это необходимо, чтобы сэкономить время и максимально загрузить самолет. За счет большего числа перевезенных пассажиров стоимость билета у Победы ниже. У нас все очень сжато и быстро. Быстрый разворот. В летний период у нас заложен был разворот от посадки до взлета полчаса. Поэтому все делаем быстро, одновременно. Выполняем много разных операций. Билет из Красноярска до Екатеринбурга стоит 999 рублей. Это минимальная цена. Проездной в день вылета обойдется в 2000. Пассажиры экономят. Хотели на поезде ехать. Получается по цене поезда. По цене, можно сказать, плацкарта. Если внимательно, условия считать, все равно экономия серьезная. То есть, либо я там 1015 потрачу на билет, либо 2,5. Три часа ночи можно потерпеть и без еды. Но с лоукостером не все так просто. В авиакомпании немало ограничений. К примеру, на провоз сумок. Бесплатно можно взять с собой 10 килограммов багажа, а в салон только дамскую сумочку или портфель. За все остальное нужно платить. Пляжные сумки, маленькие чемоданы, пакетики, спортивные какие-то сумочки уже только платят. А бесплатно будет у нас запасная сумка и для мужчин это платят. Победа будет летать в Екатеринбург три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Для Емельянова это дополнительная прибыль от обслуживания самолетов и пассажиров. Мы ожидаем, что сотрудничество у нас будет плодотворным. Это первая ласточка. В дальнейшем у нас эта авиакомпания будет выполнять рейсы на Новосибирск. Победа использует только Боинге 737-800 New Generation. Вот этот произвели в прошлом году в американском штате Вашингтон. В авиапарке компании 12 лайнеров. В планах довести их число до 40. Виталий Поляков, Михаил Масленников. Афонтова новости.